Здравствуйте, друзья! Посмотрите, какая ласточка в Сене к нам залетела в Портнов Компьютер Скул. Это наша выпускница. Как зовут? Расскажите, представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Ольга Бабан. Так. Я закончила Портнов Компьютер Скул в 2011 году и нашла работу первую свою в 2012 году. Так. Это была Good Technology. Это консалтинг какой-то, да? Нет, это была компания, которая делает Secure Messaging и Divided Data, то есть разделяет Personal и Corporate Data. Отлично. Давай так. Первая работа, вторая какая была? Первая работа была, значит, Good Technology, вторая работа была Verizon. Это гигантская компания. Это гигантская компания. Мы занимались разработкой нового телевизора. И там был EDVR. Smart TV. Smart TV, но, к сожалению, этот продукт ушел с маркета, потому что вначале у нас было 5 миллионов кастомеров, после трех лет стало 3,5 миллиона кастомеров. Понял, понял. Потому что уже новые технологии появились. Ли-Ов был, да? Был Ли-Ов. Увольнение. Все уволили. И я начала искать новую работу и нашла ее в Apple. Долго искал ты? Ну, это было мое первое интервью, и я получила оффер. Хорошо. Между тем, как одна работа закончилась, и другая, вот, получился оффер. Сколько времени прошло? Два с половиной месяца. Не очень интенсивно искала? Ну, я уже сразу нашла. У меня долго был background-чек. У меня было увольнение 15 января. Потом я была на интервью 28 февраля, и вот я начинаю работать на следующей неделе. Да, то есть занимает время. Занимает время, да. Ну, хорошо. Но я хочу сказать, что там ручку нашей девушки позолотили. И, слушай, вот такой вопрос. Масса народу ходит сейчас, которые, какие-то, знаете, есть такие люди, перепуганные всегда. И они говорят, нет работы на ручном тестировании. Вот у тебя ручное. У меня ручное тестирование, да. Я хочу сказать... Я только хочу добавить, что на такие деньги, что не каждый программист получает. Да. Но давай вот насчет ручного и автоматического. Дело в том, что автоматическое тестирование, это обычно делается для regression. То есть, когда у вас уже установившийся application, и тогда вы делаете regression. Но всегда есть новые функции, что-то новое, что невозможно проавтоматизировать. Поэтому QA, которые делают manual testing, то есть ручное тестирование, они всегда нужны. Нужно просто правильно искать, нужно правильно разговаривать с людьми. Даже если требуются automation инженеры, QA инженеры, вы можете спросить. А может быть, вам нужны и ручные тестировщики, которые будут делать тест-кейсы? А вот такой вопрос. Вот ты идешь через рекрутеров или прямо напрямую в компанию с менеджерами? Как получается? У меня получилось так, что я напрямую с рекрутером компании. А, ну то есть... На конференции познакомилась. Надо ходить по конференции. То есть, тот самый networking, который... Тот самый networking, абсолютно. То есть, я была на конференции, которая называлась IAAA. Это для Women in Engineering. И там я подошла в booth, где Apple представлялся. В палатку такую, да? И я захотела там взять у них кепочку Apple-овскую. Они мне говорят, ну вы, пожалуйста, заполните информацию свою. Я тогда не искала работу. Я была прекрасно устроена на своей предыдущей работе. Но все-таки я подала свои документы, ну как бы свое резюме туда послала. И у меня появился контакт. Кепочку дали? Кепочку дали. И после этого, когда мне захотелось найти работу, то есть, когда мне нужна была работа, я обратилась именно к тому рекрутеру. И этот рекрутер был при Apple. То есть, ты был корпоративный рекрутер, а не рекрутинговая агентка? А не рекрутер со стороны, да. Ребята, значит, люди, которые там по пять лет работают, по шесть, они в основном работу находят не на дайсах, не на монстрах. Они находят работу через нетворк. И нетворком надо заниматься не тогда, когда ты работу потерял, а тогда, когда ты работаешь. Абсолютно. Тогда, в тот момент, когда ты работу теряешь, этот нетворк тебя держит на плаву. Да. Вот, собственно, и все. Правда? Правда. Абсолютно. Ну, что же, значит... И еще совет. Так, вот, давай. Обязательно, вот перед тем, как пройти телефонное интервью, а потом, как пройти интервью on-site, то есть, в компании, обязательно прослушайте видео, которое записывает Михаил на своем веб-сайте. Я прослушал это видео. Это вот те три, которые... Да. Там три вопроса на интервью там разные. Да. Как вести себя на интервью. Да. Вот. Каким вопросом готовиться. Я ссылки дам внизу под видео, дам ссылки. Значит, там есть такая история. Это мне очень понравилось. Наверное, Оля помнит с момента, когда училась, значит, у меня там есть три видео, и один из выпускников обнаружил такой факт. То есть, я ему говорю, а как так... получается, что ты самый нетехнический в группе человек, а интервью находишь... Смотрите, оферы получаешь просто как чемпион какой-то. Он говорит, а вот я смотрю все эти три видео перед каждым интервью. Абсолютно. Я начал всем рассказывать, что вот есть такой трюк. Мое впечатление такое, что эти три интервью, если их послушать сразу, это минут 15, ставят мозги в положение такого идеального кандидата. Ну, ненадолго. Это как душ такой, что надо каждый раз принимать, когда вот утром проснулся, и душит. Вот то же самое, идешь на интервью, перед интервью послушал, и идешь. То есть, нужно найти вот в компании, что у них за пейнт, что у них за боль. Допустим, я выяснила, что когда я пришла на интервью, начала с менеджером разговаривать, он мне сразу сказал, что один человек из Тима ушел на повышение, а один, ну, был просто уволен, допустим. Бывает. То есть, у них нехватка людей, и вы, зная это, вы, допустим, можете им показать, что вы готовы работать вот сейчас, вот с завтрашнего дня, вы ивелабл, вам не нужно, у вас нет других никаких-то офферов, которые будут контролировать. Да, нет никаких задних мыслей. Вы готовы работать, вы готовы им помочь, и вы должны им показать, что вы именно тот человек, который им поможет. То есть, к сожалению, большинство людей, особенно начинающих, они рассматривают работу, это не с точки зрения того, как я могу помочь, а с точки зрения того, что я могу от них получить. Абсолютно неправильно. И понимаешь, что получается? А тебя же нанимают не для того, чтобы тебе дать. Да. То есть, дать, конечно, никто же не против дать, но главное, это передать тебе какую-то часть головной боли, и за это, а человек, он не интересуется их головной боли, он говорит, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. И он не готов показать, что он возьмет на себя боль головную, он готов показать, он говорит, я тут все, я сейчас круто, там, туда-сюда, но видно, что ему пофигу, ему любая работа устроит, и ничего такого специфического интересного он тут не видит, и так далее, это видно по лицу. Поэтому нужно прослушать ваше интервью. Все, друзья, реклама сделана, так неожиданно в нашем эфире, значит, давай попрощаемся со нашими зрителями. До свидания всем. Вы все найдете работу, если вы будете правильно искать, слушать советы Михаила, и ходить в школу Портнова.